Это случилось неделю назад в одной из Ижевских поликлиник. 73-летний пенсионер проходил диспансеризацию. Вернувшись домой, получил странный телефонный звонок. Ему позвонил неизвестный мужчина, представился врачом данной больницы и сообщил ему о том, что у него онкологическое заболевание и что он нуждается в серьёзном лечении. Звонивший заверил, лекарство есть, стоит 800 тысяч рублей. Деньги нужно перевести на счёт немедленно, что мужчина и сделал. А через пару дней обман раскрылся. Ни онкологии, ни лекарства у пенсионера не оказалось. За помощью пришлось обращаться в полицию. Выяснилась, подобная схема мошенники в Ижевске уже использовали. В прошлом году было два аналогичных случая. Поэтому врачи ещё раз напоминают, они не общаются с пациентами по телефону. Тем более, если речь идёт о серьёзных заболеваниях. Звонков по телефону, сообщающих результаты анализов, результаты тех или иных исследований, никто из нас, из врачей не делает. Доктора не нацелены на это. Они тоже рассчитывают на то, что пациент придёт сам и будет общаться с доктором в кабинете. Психологи объясняют, мошенники в своих схемах используют три основные человеческие ценности. Страх потерять материальное благосостояние, здоровье или семью. К примеру, огорошивают новостью о том, что близкий вам человек стал виновником ДТП и, не давая опомниться, требует деньги. Растерянный и расстроенный человек готов сделать всё, что от него просят. Избежать этого можно. Психологи советуют просто досчитать до десяти. Каждый раз, когда что-то сдвигает ваши эмоции, вы начинаете сильно злиться или сильно радоваться чему-то. Не принимайте решения в этом состоянии. Дождитесь, когда ваши эмоции улягутся. В полиции ещё раз предупреждают пенсионеров. Не стоит быть такими доверчивыми. В этом году только в одном Октябрьском районе Ижевска уже 15 пожилых жителей стали жертвами мошенников.